всем здравствуйте зашел я покормить уже вечер 13 апреля у нас у нас пополнение это хороший знак того что она таки переживает до своего ягненка ищет его ягненок кричит янца кричит вот она светится в системе кричит ищет у нас пятеро маленьких ягнят побольше им уже неделька потом есть два дня их мамка плохо кормит и вот сегодня родился буквально может быть пару часов назад одну ягненку видите она кричит вот это она кричит ищет не поймет вот это видите маленький один из двух шустренький второй у нас немножко его покалечили вот это вот маленький видите какая разница побольше кричит он один родился видите разница я его в яслах нашел но вытянул оттуда потому как его могут лить там за кричит 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 не знаю что делать и ягненок не знает видите вот там светится давай давай ищи 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 мамку покушай где еще послеродов больно она еще не знает что она кричит кричит как бы переживает за ягненку это уже хорошо но чтобы его не покалечили вот этой толпе не задавили Это постарше, видите, и неделька, а этот уже, кто-то родился, это кожа в когте, которая неделька, ему срочно нужно покушать, срочно, это ихняя мать, двоих, видите, рядышком. Вот разница, видите, на врожденном, а этот уже покушал, ему двоих, немножко обделался, видите, уже все нормально, им хорошо. Вот так вот, такая вот жизненная стадия, видите, все вокруг суетятся, бегают, я на присадке, потому как усы могут сполошиться, резко, видите, она тоже, ей страшно, бегает. Давай, 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 иди, видите, подошла, подошла, давай, иди до мамки, давай, давай, ее бы привязать, подержать, чтобы он подошел и нашел, как ему покушать. Если он это сделает, ничего страшного не будет, не произойдет. Если он будет вовремя кушать, у него будут силы на все. Да, ей еще больно, она, видите, еще не понимает, что с ней происходит, может быть, она еще вторую может родить, может, еще полностью не разродилась, и такое может быть. Дети, материнский инстинкт присутствует, потому как предыдущая перед этим овца родила, она полностью была спокойная, полностью. А эта, видите, подзывает, ножка тут не стучала, не знаю, подойдет он, покушает или нет, мне усы другие мешают. Видите, какие они. Видите, он сад уже переживает. Ливенок еще теряется. Видите, я его бросаю туда-сюда. Но для этого надо новорожденных ягнят держать отдельно с мамкой хотя бы некоторое время, чтобы они покушали несколько суток, привыкли, обвыклись, потом только можно опускать в стадо. Это желательно. Ну, вот я показываю то, как у меня есть. К сожалению, так. Вот это овца тоже котная, тоже может привезти. Вымя еще не налитое. Но она уже круглая. Возможно, несколько штук. Невозможно, а, наверное, так оно и будет. Это романовская отца. Три раза он приводил. И только один раз тройню. В прошлом году выжил один ягненок. А то было по два постоянно. Ну, за эти три года. Бегает. Вот, видите, как. Что творится? Давай, подходи. Подходи, подходи, мамку. Вот, обнюхивает, видите. Но ягненок не знает, как подойти, как покушать. Не хотелось бы отцу привязывать, потому как она проявляет интерес к ягненку. Нужно только подождать, чтобы ягненок подошел. И заинтересовался тем, что можно покушать. Видите, он ищет, ищет что-то. Не поймет, как, куда подойти. Его бы сейчас направить, но овца может сбежать. Видите, подходит немножко, не немножечко. Овцы другие, правда, мешают. Вся эта света. Видите. Вот этой овцы, видите, вообще в имени нету. Она родила и бросила ягнят. Вот, я показываю. Вот это. Вообще, одни сиськи торчат. В имени вообще нету. То есть, ее мы отправим на уболь. Со временем. Овцы бегают, конечно, мешают. Мешают. Так, так они не подойдут. О. А то бегают вокруг меня, мешают. Вот, вот, мамка, вот, мамка, иди, давай. Иди. Этот ролик выложу завтра. 14 апреля. Смотрите, завтра. А может быть и сегодня посмотрим. Ну, сегодня-завтра примерно так. Смотрите. Так, продолжаем наши съемки. С новорожденным ягненком. Уже не укрутится мать отца, которая его народила. Окатилась буквально пару часов. Час-два максимум. Вот здесь вот эти стенки. Здесь овцы мешаются. Крутятся ягнята. Тут крутятся. Крутятся, там тоже здесь бегают. Их здесь очень много. Бараны дерутся за место. Уясил. Вот такая вот суматоха. Вот овца в углу. Ягненок не подошел. Вот снег свисает еще. Видите, кишка. Еще не обсохла. Овца не может тоже как-то подойти. И огненок еще не определился. Смотрим, наблюдаем. Чтобы он покушал. Это желательно, чтобы он покушал. Если он в первые часы найдет сам самостоятельно все. Я вот с вами прокрутил. Это будет очень хорошо. Очень-очень хорошо. Я огненка подталкиваю. Я не знаю, какое там вымя у нее. Сколько есть молока или нет. Но в надежде на то, что все будет хорошо. Потому как овца заинтересовалась огненком. Потом, как мы зашли сюда, она кричала, подзывала. Вот так вот было. Как-то можно посмотреть. У меня в имя хорошее. Есть там. В первые часы жизни если он на ноги стал, ходит нормально, все, прыгает. Ну, как прыгает. Активный. У него больше сил и больше шансов адаптироваться к этой жизни. Чтоб покушать. У него было все в дальнейшем порядке. Еще огненка встает. Видите, он кушает. Это огненок кушает тот, который мамка или пытается носить. В имя мамка прям так хуже, чем мачеха. Если получится, покажу, как он кушает. Видите, это очень хорошо. Это девочка, овечка молоденькая. Видите, ей два дня, двое суток она кушала. Нужно, чтобы этот тоже покушал. Ее новорожденный огненок. Там у нас еще немножко покореченный есть, но он хромает, как он живой все убирает. Он обделался, тоже кушал, значит, потому как овцы едят кукурузу очень жирную. И в момент кормления нежелательно несколько дней кормить кукурузу, потому что у них слабенькие желудочки. Но так как этот ягненок, овечка молоденькая не теряется, кушает, это очень хорошо. Вот, я не надеюсь, и стоит. надеется, что там с ножкой целенькая. Прощупал, перелома не нашел, может быть, просто ушиб, потому что могли наступить к обделанной ножке немножко. Видите, он побольше, это баранчик молоденький, но он какой-то, видите, менее шустрый. Что может быть, что вот это вот только что родилось, это тоже баранчик. Вот он. Я не смотрел, видите, какой он, узкий, еще опущенный, еще слабенький. У тех, которые адаптировались, видите, даже двое суток она кушала, и уже такие старчатушки. А у новорожденных, вот такое, видите, опущенные, лопоухие. овечка. Так, подходи, подходи. Давай, 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 пробуй. То, что у нас три овца, которые кормящие, скажем так, новорожденные, ягнята в них, это плюс в том, что эти ягнята, считай, одного возраста, почти, плюс-минус, и они могут подойти и покормиться любой из этих мамашек, если они позволят того. Я очень надеюсь, что они будут все кушать, все эти ягнята, пятеро, самое маленькое, которое, видите, надеюсь, очень на то, что они будут все-таки кушать. И гневник не поймет, что от него требуется, почему его толкают, и мамашка не подзывает. Обычно мамашки подзывают, тупотят, и тогда вот они подходят. пока вот видите, он крепенький, он новорожденный, крепенький, силы есть, и нужно ему покушать. Показываю все вот эти, вот видите, реальная такая картина, как оно в стаде у овец, когда они все в гушах, и что у них происходит, кому интересно, какие минусы, какие плюсы, смотрите. Отсадитель не отходит. Тут, конечно, усы, джи, не отбегают, светятся. вон, давай, потолкивай, потолкивай, вернемся. Давай, давай. Там вымя хорошее, молоко есть. Когда они это покушали, сытые, они спокойно, видите, лежат спят. Поэтому тоже нужно покушать. Мне завтра на работу, очень сильно переживаю. Сейчас я немного крепенький, если что-то произойдет, мое отсутствие, боюсь потерять, либо этого, ну а Родину, если не покушать, либо того, который хромает. Нужно постоянно контролировать, пытаться хотя бы самому подсовывать к овце, к любой овце, либо покушали. Делайте все возможное и невозможное, чтобы не это выглядели, а так у вас лучше в порядке. Они сами будут себя обеспечивать в дальнейшем.